Все о нем наслышаны. Вообще нет никакой набивки, тупо кожа. И что лучше купить? И на чем можно здесь сэкономить? Я категорически приветствую вас, дорогие друзья! Здравствуйте! Меня зовут Денис, вы на канале Катман 227. Подписка, лайк, подписка на мой телеграм-канал, подписка на мою группу ВКонтакте. Это все очень важно для меня. И не забывайте про кнопку донатов. Ну что, ребята, сегодня, как вы видите, у нас сравнение двух, ну не побоюсь этого сказать, наверное, топовых моделей перчаток. У нас сегодня японский бренд Winning и британский бренд Phenom. Поехали! И что, начнем о брендах. Значит, о бренде Winning. Все о нем наслышаны, довольно он популярен в России. Если у людей есть деньги, то они идут покупать Winning, в принципе, особо не вникая, не разбираясь. Вот, столкнулся я с какой проблемой? В силу того, что, значит, бренд Winning, типа, суперкрутой и очень признан, информации о нем я нашел довольно мало, что меня очень расстроило. Потому что, ну, наверное, в целях, да, так скажем, коммерческой тайны производитель особо не раскрывает какие материалы, где он использует. Но все равно было бы интересно чуть-чуть узнать об этих перчатках. Не только, да, из обзоров, где люди говорят, ну вот там удобный большой палец и все такое, да, как я сейчас буду пытаться это сделать. Ну, хотелось бы немножко узнать, там, в каких случаях используется натуральная кожа, каких-то ненатуральная, почему они такие легкие, там, ну и все такое. Ну, легкие, там, словно не перчатки, а, допустим, шлем самый легкий, бандаж самый легкий. Ну, то есть, почему это крутая экипировка, особо они не заморачиваются. То есть, просто мы делаем круто, и этого достаточно. Основанная эта компания в 1937 году. Сначала она фокусировалась, так скажем, на производстве экипировки для бейсбола. Вот, и в 1951 году они все-таки ушли больше в сторону, значит, боевых видов спорта. Компания «Феном» является британской компанией. Тоже дату основания этого бренда я не нашел, но, значит, компания отмечает, значит, говоря о себе, что вот, значит, мы начали производить эту экипировку с большой, так скажем, бригадой опытных специалистов, чей стаж превышает, там, 20 лет, условно, работы, разработки, производства в сфере, значит, боевой экипировки. И говорят о том, что боксерская экипировка – это их страсть. Ну, короче, это, в принципе, опустим. Конкретно сегодня на обзоре у нас перчатки на липучке 14-унцовые, значит, справа от меня, слева от вас «Вининг МС500Б» в красном исполнении на липучке. И слева от меня, справа от вас «Феном СГ200С». Ну, такие универсально тренировочные, наверное, перчатки для спаррингов, я думаю, что это довольно жестковатая модель, но в целом, в целом прикольные. Почему я их сравниваю? Потому что все-таки есть такое небольшое или даже большое сходство по колодке, по посадке, по большому пальцу. В общем, сегодня будем разбираться, что же все-таки лучше и что лучше купить, и на чем можно здесь сэкономить. Короче, эти перчатки «Вининг», мне нравится их модель на шнуровке, вот конкретно модель на узкой липучке мне не очень нравится, но нравится модель на широкой липучке, к сожалению, сейчас ее будет довольно тяжело достать. Ну, вот такая перчатка, вентиляция на перчатке отсутствует, выполнена она из натуральной кожи, и ее цена стартует от 340 долларов. Это в стоковых цветах, когда мы используем одноцветные типа синий, красный, белый, черный, по-моему, больше нет. Все остальные цвета уже за доп. плату, если вы хотите сделать какие-то кастомные нанесения, или сделать, например, тело белым, там, палец красным, золотым, кем угодно, это все уже за дополнительную плату. На лицевой стороне, значит, есть лого «Вининг», на внутренней стороне есть обозначение о том, сколько унций конкретно это перчатка. Ну, и внутри присутствует также бирка, которая говорит нам о том, что перчатки сделаны в Японии, и указана модель конкретно этих перчаток «МС-500Б». Примеряя эти перчатки, фиксируя липучкой. Но мне не нравится запястье, я уже об этом говорил, то есть на шнурках этот вопрос они решили, реально тем, что чуть удлинили манжеты и чуть добавили на обивки, реально запястье не так сильно плавает. Но по ударной части, в принципе, мне все довольно нравится, за исключением, наверное, большого пальца, который при сжатии выступает за, вот так скажем, контактную область. То есть есть вероятность где-то воткнуться большим пальцем. Но на самом деле, при всем при этом, довольно удобная посадка. Прикольно вот здесь сделан хват за счет того, что здесь такой шов. Мы, в принципе, прям за этот шов можем заправить свои дистальные фаланги. По положению дистальных фаланг твердая пятерка. По ударной поверхности, ну, костяшки не прощупываются, но для спаррингов эти перчатки довольно жестковаты. Спарринговал несколько раз и соперники, оппоненты жаловались на то, что, ну, действительно, набивки здесь немного и прилетает довольно ощутимо. Это действительно так. По ладонной части перчатки вентиляция отсутствует. Вот такие здесь две пары швов. В принципе, все удобно. Кожаная ладонная часть. Вот этот вырез опущен довольно, ну, так скажем, если относительно перчатки, довольно низко. То есть при сжатии нам ничего не мешает, никуда мы не упираемся. Вот этот шов мне не давит. То есть вот эта 14-йутцовая перчатка без бинтов рука себя чувствует довольно свободно, так, ну, довольно болтается. Давайте я сейчас попробую максимально сильно ее затянуть, максимально глубоко ее посадить. Посмотрим, что изменится. Но все равно внутри она болтается, то есть мнение, мне хочется забинтоваться, чтобы было чуть поплотнее. Ну, запястье, единственное, да, облегать стало чуть-чуть поплотнее. По способу крепления я уже сказал, что эта липучка довольно узкая, но также существует модель на шнуровке. Короче, какое прикольное решение здесь сделал Вининг. Довольно интересное, и оно действительно рабочее. Липучку они пришили вплоть до вот этого манжета, то есть на, допустим, вот на этой модели или на других каких-либо перчатках. Она начинается вот здесь, с краю, а Вининг, получается, пришил ее сюда. Это избавляет нас от перекосов и обеспечивает такую наилучшую, наибольшую фиксацию запястья. Немного похоже, наверное, по технологии как раз-таки на липучку кавер, про которую я говорил, вот эту, да. Которая начинается более шире, то есть она таким образом подтягивает вот эту внешнюю часть, заставляя перчатку сесть совсем по руке. На манжете вообще нет никакой набивки, тупо кожа. На внешней части чуть другая пена, отличная от пены, которая используется на перчатке. Перчатки довольно мягкие, пена довольно мягкая. Что говорит о том, что, ну, в принципе, наверное, если довольно сильный удар нанести, то наши костяшки смогут сжать эту пену при контакте с соперником настолько, что можно ударить, наверное, голой рукой. Но хотя костяшки не прощупываются. Но это я так щупаю, как бы не на большой скорости. Вот, ну, я люблю пухлые манжеты, но здесь, в принципе, я понимаю, почему они предприняли именно такое решение. Как раз за счет вот этой липучки и из-за того, что отсутствует набивка в манжете, мы добиваемся вот этого результата, что манжет как будто облегает нашу руку, но при этом все равно обратный залом присутствует, перчатка чувствует себя довольно свободно. Я люблю, когда перчатка более зафиксирована. Здесь есть такой небольшой перекос, но, в принципе, это не является каким-то минусом, мне ничего не мешает. По материалу внутренней подкладки. Материал Winning используют, как правило, всегда синий. То есть, вы можете, в принципе, отличить даже оригинал это или нет, если у вас материал внутри не синий. Здесь такая вот окантовка, оставили просто кожу, ну, хотя бы аккуратно обработанную, потому что я недавно смотрел какие-то мексиканские перчатки или перчатки производства 1В1. Там какие-то вообще ошметки, типа мы и так круто делаем, ну, решили забить вообще. То есть, оставили просто такие куски кожи. Здесь, в принципе, они тоже оставили, но они хотя бы аккуратные. Вот, они пришиты как раз-таки к внутренней стороне перчатки. По дизайну перчатки. Ну, такой простой японский стиль, ничего лишнего, просто перчатка и лейба, значит, с названием бренда. То есть, написано Winning Fighting Sports World Science 1937. То есть, блин, выпускает с 1937 года. Значит, мир спортивного, мир боевого спорта или там спортивных единоборств. Вот такие перчатки по большому пальцу. Что хочу сказать. Вот эта петля между телом перчатки и большим пальцем выполнена из другого материала. Из черной кожи, я так предполагаю, что это кожа. Материал вот этой вот окантовки здесь тоже кожаный, он не облезает. Эти перчатки уже довольно долго в использовании, но, в принципе, никаких потертий, ничего я не вижу. Большой палец имеет небольшой люфт, то есть, в принципе, я даже могу перчатку свободно открыть, ну и могу им подвигать. То есть, мне бы хотелось немножко его завернуть, немножко прижать. Вот так, мне кажется, было бы чуть удачнее. Ну, что, перейдем к фенам. Как раз-таки у них большой палец, по моему мнению, гораздо лучше. Итак, перчатки фенам. Британский бренд, но производство у них расположено в Пакистане. Я о нем узнал не так давно, но, понадев эти перчатки, выбирал, на самом деле, между Fly Superloop X из ненатурального материала и вот этими перчатками. Выбрал эти, потому что посадка меня удивила. Надеваю эту перчатку, сразу скажу, что материал внутренний здесь приятный, он более шелковистый. Но я думаю, что все-таки более долговечный материал внутреннего исполнения все-таки в вининг. Но я думаю, что он еще более водоотталкивающий, чем вот этот материал, который используется здесь. Но это более приятный такой, в руке атласный материал, прикольный. Эта перчатка чувствуется более объемной. Здесь использован другой материал внешний, такая прикольная кожа, структурированная, в дорогом, таком богатом цвете. Мне очень нравится этот цвет. Ну, соответственно, на внешней части лейба феном и вышита на манжете название этой компании феном. По положению дистальных фаланг довольно удобно, но вот этот шов, например, который присутствует здесь, он здесь гораздо крупнее. Шов, за который мы можем заправить большие пальцы, дистальные фаланги пальцев. Он здесь покрупнее и хват чуть получше вот в этих перчатках. Но скажу здесь, что эти перчатки, ну, тоже довольно комфортно сидят на руке. Но, в общем, хват, я думаю, что лучше будет на вининге. По набивке. Костяшки не прощупываются, чувствуется, что и набивки здесь немного больше. Ну, или она просто сделана немного объемнее, чем вининг. Но, в целом, никаких вопросов здесь не возникает. В принципе, также работаю довольно активно, используя эти перчатки. Да, есть небольшие коцки, такие, так скажем, потертости на ударной части. Ну, второе ли не играет. Костяшки я не прощупываю. По большому пальцу. Короче, я так думаю, что они пытались, вот этот бренд пытался повторить перчатку вининг. Взяли большой палец от вининга, и у них он получился гораздо удачнее. Почему? Они его пришили, вот условно, смотрите. То есть здесь чего мне не хватает в большом пальце? У меня такое ощущение, что он живет отдельной жизнью, и он соприкоснется с целью гораздо раньше, чем мой кулак. То есть он немножко выступает так вперед. А здесь они его немножко заправили сюда, и таким образом получился реально крутой, прикольный большой палец. Даже для тех, у кого длинный палец, тут будет много места. У меня, допустим, рука небольшая, у меня на обзоре 14-юнцовые перчатки. Но большой палец здесь гораздо удачнее, мне он гораздо больше нравится. Смотрите, по свободе разжатия. Здесь не так я свободно могу открыть свою перчатку, и меньше люфт на большом пальце. То есть здесь свободно открывается перчатка, и люфт на большом пальце присутствует. То есть я держу ее так, даже он чуть выходит вперед, и люфтит. Здесь такого нет. По способу укрепления эти перчатки также бывают на липучке и на шнуровке. И здесь липучка гораздо удачнее. Почему? Потому что все-таки была использована небольшая набивка на внутренней части манжета. И на внешней части пена более твердая, чем здесь. То есть здесь все-таки липучка мне нравится больше, хотя здесь она тоже довольно удачная. Ну, прикольно. По обратному залому. Здесь обратный залом гораздо меньше. Я как раз думаю, это из-за того, что здесь пена более жесткая в манжете. Ну, и здесь ее как бы побольше. То есть вот этот такой бугорок, он нам не дает заламывать. И рука здесь не плавает, в отличие от вининг. По внутренней части. Ну, смотрите. Здесь присутствует вентиляция как над валиком, так и под валиком, так и на большом пальце. Здесь эта вентиляция отсутствует. Вот этот вырез здесь гораздо ниже, чем на перчатках феном. И смотрите, сюда интегрирована еще резинка для наилучшей фиксации. Здесь эта резинка отсутствует. Здесь просто кусок кожи. Она здесь, в принципе, не нужна. Здесь она присутствует. По объему внутреннего пространства перчатки. Эти перчатки, в принципе, практически равное пространство имеют. Но в этих перчатках рука себя чувствует более свободной. Возможно, они оставили чуть больше места для бинтования. Не могу вам сказать. Но опять же, по липучке я уже сказал. То есть на вининге она пришита прямо сюда, что позволяет подтянуть полностью вот эту часть перчатки. Ну, не скажу, что здесь минус какой-то. И я там не могу этого сделать. Также на внутренней части есть лейба, которая нам говорит о том, что... Значит, это модель SG210S. И размер, вес 14 сунцей. И также есть бирка о том, что это сделаны перчатки в Пакистане. Ну, реально хороший, крутой Пакистан. Очень крутые, прикольные швы. Вот этот цвет мне очень нравится. Реально очень дорогой, очень богатый. По дизайну, конечно, эта перчатка, по моему мнению, выигрывает. Но хотя она также выполнена в таком минималистичном стиле. Просто цвет, просто лейба. Вот. Нет обозначения дистанцовки, да? Как у Вининга. Ну, в целом. Короче, вот эти перчатки мне нравятся больше. А теперь по цене. Вот эти перчатки стоят порядка 170 фунтов. Ну, это может быть там 190-200 долларов. И вот эти перчатки стартуют от 360. Выбор, конечно, за вами. Но я бы вам советовал присмотреться именно к бренду Феном. Мне он действительно нравится гораздо больше. Тут, конечно, больше деталей. Больше различной фурнитуры. Но эти перчатки... Я не думаю, что это повлияет... В общем, вот эта фурнитура не думает, что повлияет на их долговечность. Я думаю, что они вполне прикольные. Но об этом бренде мы знаем больше. Он хорошо себя зарекомендовал. Знаем, что у него большой ресурс. По вот этому бренду эти перчатки у меня где-то около года. В принципе, ничего не произошло с ними. Кроме как они немножко, как скажем, помарались об шлем или об мешок. В принципе, никаких царапин, никаких трещин. Ничего такого здесь не происходит. По соотношению размера тела и манжета. Здесь, мне кажется, это соотношение более удачным с более длинным манжетом. Вот здесь он более короткий. То есть, мне кажется, что здесь слишком большое тело и слишком маленький манжет. Если бы была широкая липучка, то это была бы для меня, наверное, одна из идеальных перчаток. Если только они бы решили вопрос с большим пальцем. Так, в принципе, прикольно. И там, и там большой палец завернут. Но здесь он более острый. Здесь он более закругленный на конце. Если посмотреть вот так. То есть, он более закруглен здесь. По весу давайте сравним. Довольно интересно, с каким весом, перевесом или недовесом идут эти перчатки. Обе эти пары 14-унцовые. Взвешиваем вининг. Итак, вининг у нас 13,95. Ну, то есть, практически идеально. Берем, взвешиваем феном. 14,15. То есть, здесь перевес, небольшой перевес, здесь небольшой недовес, но гораздо меньше. В общем, ребята, выбор за вами. Я бы все-таки рекомендовал вам реально присмотреться к бренду феном. Мне очень нравятся эти перчатки. Эти перчатки мне тоже нравятся. Но, скорее всего, большинство людей страдает как раз таки тем, что им просто навеяли, рассказали. Вот, берите вининг, вообще типа не пожалеете. Может быть, реально не пожалеете. Но, кроме этого, стоит внимание обратить еще на что-то. В общем, интересуйтесь, разбирайтесь. Задавайте вопросы свои в комментариях. Я постараюсь на любой вопрос исчерпывающе ответить. Хочу вас поблагодарить за то, что досмотрели этот ролик до конца. Большое вам спасибо, что вы со мной. Надеюсь, что у нас будет все больше и больше. Значит, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк. Подписаться также на мой телеграм-канал. Можете вступить в группу ВКонтакте. Не забывайте про кнопку донатов. Я благодарю вас. Всего доброго. До свидания. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай.